Здравствуйте, дорогие наши стажёры! Ну, не смогла я не удержаться, чтобы не записать это видео. Приветствую всех вас с этим замечательным летом, все наши дорогие будущие стажёры, победители номинанта, гранта, цифровое обучение в России. Мы вас ждём. И вот сейчас, видите, я сижу такая вся ненарядная в каком-то таком спортивно-туристическом свитере, но в каком-то таком не совсем понятном месте. Я не раз, особенно когда мы вели вебинар по образованию Финляндии, говорила, что лицо страны – это не столица. А для того, чтобы понять, что такое настоящая страна, что такое настоящее образование, нужно посетить её глубинку. Вот мы с вами находимся в сельской библиотеке. Мне помогает уважаемый Айнар, это студент из Латвии. Он здесь на своей стажировке, как будущий предприниматель, постигает. Он сам знает, что он здесь постигает. Вот сейчас, пожалуйста, Айнар, сделайте камеру немножко на это окно. Вот посмотрите, вот такое витражное окно. За ним находится деревня, о которой мы с вами говорим, деревня Канан-Коски. Я вас уверяю, что эта деревня никаким образом не отличается от низкоэтажных застроек, которые типичны для всей Финляндии. Айнар, можно меня обратно ветернуть в кадр. Итак, вот в этой библиотеке очень хорошо фиксируется культура образа жизни страны в целом. Образовательная культура, она же не возникает сама по себе. Пришкол в школу возникла образовательная культура. Цифровая культура не возникает сама по себе. Мы сейчас выстраиваем стратегию наших стажировок. И в связи со всеми вот этими коронавирусными делами мы очень серьезно рассматриваем такой момент, как уход в rural area, уход в сельскую местность. Одним из вариантов это остается наша котка, остается наша ваза. И вот сейчас мы будем рассматривать ту площадку, с которой я сейчас вещаю. Это деревня Канан-Коски. Вот уверяю, она совершенно не отличается ни от котки, ни от вазы с точки зрения малой этажной застройки. Итак, дорогие друзья, дорогие наши стажеры, мы вас ждем. 15 июля обещают открыть границы. Уже одному из наших стажеров открыли визу. Приветствую вас. Мы думаем, что лучше приехать все-таки в ноябре, потому что уже тогда точно рассосутся все заторы на границах и так далее. Итак, Скандинавский институт академической мобильности специально для своих стажеров из полевой и сельской экспедиции в сельскую местность Финляндии. Мы вас ждем. Спасибо. На этом наше такое мини-видео выступление. И приветствие завершается. Из Канан-Коски. Центральная Финляндия.